Что выбирает современное поколение? Все меняется, хочется быть в тренде. Поверхностные или углубленные знания? Я постоянно прохожу какие-то онлайн, бесплатные вебинары. Почему молодежь не хочет тратить время на образование? У подростков плохо развита эмоционально-волевая сфера. Что делать родителям? Сама проходила не один курс. Где истоки популярных курсов? С экранов компьютеров и телефонов на них смотрят очень успешные блогеры. Есть ли толк в онлайн-обучении? Не скажу, что я вот сижу, два часа такая, да ладно! Какая ценность у краткосрочных программ? Все хочу зарабатывать на иностранной валюте, что тоже очень важно. Куда деваться миру от бесконечных коучей? Базу нужно получать все-таки от мастера. Смотрите прямо сейчас! 38% тех, кто окончил вузы, вновь хотят сесть за студенческую скамью. Правда, при выборе люди разных поколений обращают внимание на особенности программ. В топ-5 факторов для зумеров вошли возможность совмещать учебу и работу, упор на практику, репутация вуза, качество образования, стажировки по окончании. Я и мои друзья – очень творческие люди. Я не думаю, что кто-нибудь из них будет работать в офисе с 9 до 5. Нашему поколению интернет дал возможность работать совсем иначе. Социальные сети очень помогают в продвижении и, конечно, не ограничивают территориально. Люди поколениями изо дня в день ходили на работу, которую ненавидели. Я же хочу просыпаться с другим настроением и хочу делать то, что люблю. У нас со старшим поколением разные взгляды на жизнь. Мне ужасно не нравилась моя первая работа, но мои родители говорили мне – ничего, потерпи, может, через три года ты получишь то, что хочешь. Мое же поколение не хочет терять время. Мы не считаем, что нужно быть преданным компании, которая не соответствует твоим ценностям. Меняя работу, мы быстрее получаем повышения и другие бонусы. Учение свет. О каких бонусах и повышениях идет речь – непонятно. Вот только голос Америки добрался и до Беларуси. Западные иллюзии окутали молодежь. Как итог, двухнедельные курсы и постоянная смена работы стали чуть ли не трендом. В погоне за мнимыми идеалами некоторые готовы отказаться от карьерного роста, стабильности и привилегий. Это связано с тем, что с экранов компьютеров и телефонов на них смотрят очень успешные блогеры, которые, кажется, особо ничего не делают, но при этом много зарабатывают и живут в свое удовольствие. Поскольку критическое мышление у ребят еще плохо развито, то они что видят, так они и воспринимают, так они и думают. Своего мнения у них по этому поводу еще как такового не сформировано. Еще это может быть связано с тем, что у подростков плохо развита эмоционально-волевая сфера, и они не видят необходимости прилагать дополнительные условия для того, чтобы получить желаемый результат. Интернет теперь сродни университета. Свою лепту внесли блогеры. Буквально каждый атакует в социальных сетях. Создатели контента готовы обучить всему. Бьюти, менеджмент, фитнес, эзотерика, психология и даже медицина. За порой символическую стоимость так называемые инфо-цыгане обещают прибыльную профессию, большую клиентскую базу и, конечно, жизнь мечты. Просто ошеломлена количеством ответивших, как им интересно тема заработка и то, как я буду это делать. Все хочу зарабатывать в иностранной валюте, что тоже очень важно. Просто какую-то уже игру продалась, не продалась. И пока блогеры хайпятся и получают крупные суммы на счета, доверчивая аудитория кидает работу и идет на поводу громких заявлений контент-мейкеров. Отдают предпочтение не качественному образованию, а непродолжительным курсам. Прельщает красивая картинка и доступная цена онлайн-обучений. Плюс удобство и оперативность. Больше не надо тратить годы на освоение профессии. Сейчас знания доступны буквально по клику мышки и в самые короткие сроки. Онлайн-обучение на сегодняшний день популярно среди молодежи. Пользуется большим спросом. Даже, судя по моим знакомым, большая часть отказывается от среднеспециального в пользу онлайн-обучения. Все в основном, девчонки в основном сейчас заканчивают курсы либо ногти, либо брови, либо тот же самый кератин для волос. Ну, то есть, кто куда. Многие открывают сейчас даже свои кондитерские. Также оканчивают курсы на кондитера, на повара. Как бы это то же самое бента-тортики на любые праздники. Это сейчас дает очень большие возможности молодежи и не только молодежи. Намного проще сейчас получить профессию, даже пройдя курсы за месяц, за три, за полгода. Сама проходила не один курс и работаю благодаря этому. Несмотря на то, что у меня есть высшее образование, совсем не в той сфере, в которой я хотела бы работать. Улайн-обучение, ну, оно очень популярное среди подростков и вообще среди людей. Вот, там, фрилансы и какие-нибудь еще способы заработка и легкие, можно сказать, так деньги. Вот у меня знакомая, ну, поступала в медколледж и, ну, у нее предложили ей какой-нибудь заработок, там, вроде фриланс, не помню, какой-то. И вот она бросила. Современные реалии перевернули классические представления о работе. Теперь у молодежи другие приоритеты. Карьерный рост теряет значимость. Фокус только на одной сфере деятельности больше не актуален. Поколение 21 века с легкостью готово пополнять перечень профессий в трудовой книжке. Долгосрочные стратегии уже не прельщают. Хочется все и сразу, и как можно быстрее. Я работала по найму, да, на нескольких работах и продавцом, и администратором, там, в игровых клубах. Много было работы, но суть какая, что, как бы, там ты привязан к графику, к каким-то постоянным требованиям. А уже, когда ты работаешь на себя, то есть этого ничего нет. То есть сам себе составляешь график, сам себе отпуска. Недостатки в работе на себя, конечно, есть. Ты сам себе все, да. Никто за тебя там не уберет, никто за тебя ничего не сделает. Ты все сама. Сама себе убираешь, сама себе материалы покупаешь, сама себе аренды платишь, сама себе клиентов ищешь. Все, все, сама себе. То есть, если ты пришел на работу, тебе дали костюм, в котором надо работать, дали, что делать, и ты этим работаешь. Тут вот все, что как бы надо, да, все баночки, все лампы, курсы, все это за свои финансы, своими силами. Онлайн-обучение – верный помощник при поиске новой ниши для заработка. Только прежде, чем оплатить диплом из интернета, стоит хорошо подумать. Информационная кладезь знаний в сети не всегда оправдывает ожидания. Порой за красивой оберткой скрывается набор хаотичных заметок псевдоспециалистов. И тогда приходится самостоятельно находить ответы в потоке непонятных и недостоверных слов. Каждый год я прохожу повышение квалификации. Каждый год я езжу. Работаю в ногтях я уже где-то около шести лет. И каждый год я езжу просто на какие-то дизайны учусь, на какой-то другой вид маникюра, на наращивание какое-то определенное. То есть, постоянно я себя, квалификацию себе поднимаю, чтобы работы были лучше. Ну и все меняется. Как бы хочется быть, как это, в тренде. Онлайн-обучение также прохожу. Постоянно смотрю какие-то вебинары дома. Они идут 2-3 часа в среднем. Ну, конечно же, конечно, я уже шестилетним опытом. Не скажу, что я вот сижу и 2 часа такая, да ладно, впечатляю. Там, в принципе, все то же самое, то, что я знаю, но есть. От каждого мастера, каждый мастер в своих каких-то вебинарах рассказывает какие-то свои фишки, какие-то свои модные нововведения для моего улучшения работы. Тем не менее, бьюти-индустрия стремительно набирает обороты. Многие видят в этой сфере неиссякаемый источник доходов, но только не учитывают количество необходимых финансовых затрат в начале пути и возможных рисков в будущем. Да и не каждый готов в одиночку справляться с невероятно высокой конкуренцией в такой заманчивой области красоты. Я хочу сказать, что у меня очень много, очень много, практически 70% моего окружения занимают девушки, которые либо работают уже на себя, делая ресницы, массажи, косметологи, те же ногти, много подруг. Но и половина есть, которые, как я, работают еще по найму и уже в свои выходные хотят потихонечку нарабатывать, нарабатывать себе клиентуру, чтобы уйти с найма в бьюти-сферу. Так называемая работа на себя заполоняет многие отрасли. Фотография – одна из самых привлекательных и востребованных. Специального образования не требует. Профессиональная аппаратура, постоянная практика и значимая доля таланта – необходимые критерии для старта. Но прежде чем заработать имя и возможность ставить высокий ценник, нужно пройти долгий тернистый путь. Я училась на инженера-технолога деревообрабатывающих производств. Я отучилась, я хотела работать, но не сложилось. Пошла дальше работать и работала. Сначала у меня был такой немножко творческий путь, потом, как бывает, провал и провал случился. Я пошла работать опять к нанимателю, вообще в сеть и работала. Там у меня был карьерный рост. Вообще карьерный рост у меня был везде, даже на своей первой работе. И я считаю это таким бонусом, на что я опираюсь. Потому что если у тебя есть карьерный рост где-то на какой-то работе, значит, в принципе, если ты будешь работать сам по себе, у тебя тоже все будет получаться. Я поняла, что мне нужны курсы. Мне было сложно, потому что у меня были какие-то записи, у меня была работа, которая требует такого стопроцентного внимания и внимательности. Но, тем не менее, я нашла время. Я пошла на курсы обучения онлайн. И это затянулось с учетом того, что она выходные не может, а я могу только выходные. Она может в 12 часов дня, а я могу после 5 вечера. И то даже после 6, пока приду с работы. И мы проучились, мы сделали два занятия по 3,5 часа. Я узнала вот столько вот информации. По статистике, абсолютное большинство поддерживают концепцию непрерывного обучения. Только 11% считают, знаний, которые дают школы, колледжи и вузы, должно хватать на всю жизнь. Остальные же убеждены, традиционного образования недостаточно для карьерного роста. Самыми продуктивными способами названы программы повышения квалификации и онлайн-курсы. Но действительно приходит туда 25 и 28%. Я постоянно прохожу какие-то онлайн бесплатные вебинары, платные. У меня есть, ну, Телеграм сейчас. Очень классно продвигаться и смотреть, чему-то учиться. Очень все доступно, поэтому где-то набиваешь шишки самостоятельно, где-то покупаешь опыт. Но и тот, и тот вариант, он очень, он очень классный. Ну, даже когда набиваешь шишки сам на своем опыте, это даже быстрее запоминается. Зумеры атакуют интернет в поисках онлайн-уроков. Обучение игре на гитаре, вышивание, дизайн, психология, кулинария, программирование. Виртуальные педагоги, кажется, заполонили все ниши. Современное поколение ищет и пробует, но приходит к одним и тем же выводам. Все онлайн-курсы – это круто, замечательно. Ютуб, ТикТок – это все познавательное и помогает развиваться на самом деле. Но базу нужно получать все-таки от мастера, от живого человека, который тебе подскажет что-то, укажет на твои ошибки, недочеты. Онлайн-курсы этого тебе не дадут в любом случае никак. Вообще обучаться онлайн – это совершенно не то, что обучаться вживую, потому что вроде бы начинаешь что-то конспектировать, что-то писать, читать, а потом приходит уведомление и все, уже переходишь на какую-то другую ссылку, смотришь другие видео, то есть сосредоточиться очень тяжело. Ну и в принципе информацию, иногда информация бывает не совсем понятная, а обратиться уже не к кому. То есть если что-то не понял, приходится искать самому, потому что в одном курсе, чтобы было все собрано, такого обычно нет. Качественное образование в Синеокой сопровождает каждого белоруса на всех ступенях знаний – от детских садов до университетов. Учреждения не стоят на месте, развиваются в ногу со временем. Ведь чтобы вызвать интерес к учебе, важен особый подход, который будет на все сто соответствовать темпам быстро развивающегося мира, а главное – привлекать внимание тинейджеров. Современные дети больше времени проводят за компьютером, им сложно воспринимать информацию без дополнительных стимулов. Достаточно многое сейчас и делается, стараются вводить электронные доски, электронные материалы, но это сделать достаточно сложно, потому что дети все больше и больше времени проводят за компьютером, а за компьютером очень много вспышек, очень много движений, события постоянно сменяются. В рамках урока организовать это будет очень сложно. И постепенно мышление уже подстроилось под большое количество информации, вспышек, внимания, сигналов. Обычный урок для детей очень скушен, они не могут 45 минут свое внимание сосредоточить. Они буквально минут через 5-7 устают и уже думают о своем. Но как вызвать интерес у поколения Z коллективу профессиональных педагогов хорошо известно. Лего-классы, STEM-центры приковывают внимание зумеров и отвечают всем требованиям и вызовам 21 века. Естественные науки, технологии, инженерное искусство, математика – самые востребованные дисциплины современного мира. Особое внимание профессиональной профилизации. Специальные классы, где готовят будущих специалистов для авиационной отрасли, открылись в столичных учреждениях образования. Акцент в программе сделан на изучении математики и английского языка. Мы разрабатываем проект роботизированной платформы «Майдадыр», который позволит оптимизировать уборку нашей гимназии. Мы полностью самостоятельно сварили корпус, собрали его, спаяли. На данный момент занимаемся написанием программного обеспечения. Я делаю вечные календари. Используются они для экономии бумаги, так как каждый год множество тысяч деревьев вырубается для того, чтобы напечатать календари. Для каждого месяца можно переставлять вот эту вот рамку и будут показываться те дни, которые надо. Программирование, электроника, робототехника, 3D-моделирование, основы черчения, проектная деятельность, техническое творчество. Спектр направлений поражает разнообразием и готовит школьников к прекрасному будущему, осознанному выбору и достойной профессии. Наши ребята очень инициативные, активные, готовы продвигать свои идеи. Шпак Илья, учащийся 10 класса, является председателем молодежного и подросткового парламента Республики Беларусь. Также наша звездочка – это Матлах Артемий, который в составе молодежного актива участвовал во встрече с президентом Республики Беларусь. В гимназии достаточно сильная педагогическая команда. У нас имеется 6 педагогов-методистов, а также очень много высшей категории. Конечно же, к нам приходят молодые инициативные специалисты. Можно отметить наших специалистов в области IT. Это наш Смирнов Евгений Андреевич, который тут занимается с детьми робототехникой. Также хочется отметить учителя по химии Василевскую Татьяну Николаевну, которая является лауреантом спецфонда президента Республики Беларусь. После хорошей школьной базы статус абитуриента не вызывает страха, а перечень средних, специальных и высших учебных заведений поражает разнообразием. Есть и дополнительная мотивация для учебы. В этом году расширен список специальностей, на которые можно поступить без вступительных экзаменов. Нововведение предусмотрено для победителей третьего этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам, медалистов и выпускников колледжей с дипломом с отличием. На выбор 69 профилей. Среди новых – белорусская и русская филология, землеустройство и кадастры, техническая эксплуатация воздушных судов и средств наземного обеспечения полетов, специальное и инклюзивное образование и другие. В этой связи мы полагаем, что ту стратегию, которую сегодня мы выбрали в системе образования, а именно, чтобы ребята, еще начиная с раннего возраста, определялись выбором своей профессии, это ранняя профориентация, начиная фактически с пятых и ранних классов, должны приведеть к тому, что уже к девятому классу молодые люди будут понимать, что я хочу стать профессионалом именно в конкретной области. В 22-м в стране обучалось под 30 тысяч иностранцев более чем из 100 точек мира. Это ли не знак качества? В топе зарубежных студентов высокий уровень безопасности, доброжелательность белорусов, возможность работать по специальности во время учебы. Огромный плюс жилье. Все приезжие в 100% случаев обеспечиваются местами в общежитиях. Синеокая в трендах. Среди достоинств также стоимость. Она значительно ниже, чем у любого европейского и американского вуза, а по качеству при этом ничуть им не уступает. У меня пока что только среднее специальное образование. Я думаю получать высшее образование. Я уже выбираю себе учреждение, в котором буду обучаться. Образование высшее – это очень важный аспект нашей жизни. Оно играет очень большую роль. Есть также онлайн-курсы. И многие подростки, молодежь современная, она выбирает онлайн-курсы. Но я считаю, что более качественно и более важной в жизни будет именно практические занятия, именно очное обучение с хорошими педагогами, которые могут передать свой опыт и свои знания. В моем случае образование мне дало очень широкий круг взор, уверенность во многих вопросах в жизни, уверенность на работе и понимание многих моментов. Образование должно быть качественным в первую очередь и необходимым. Удаленное образование на онлайн-курсах – это, конечно, хорошо, это прекрасно, есть свои плюсы, но и не без минусов, естественно. То есть нет прямого контакта учителя с учеником и невозможно все моменты уследить. Поэтому считаю, что образование в первую очередь должно быть качественным и доступным. Белорусское образование – оно на самое лучшее. Никакое онлайн-обучение не заменит его. У меня за плечами Могилевский государственный музыкальный колледж имени Николая Андреевича Римского-Курсакова. Также я закончила в Минске университет имени Максима Танка. В 2018 году мной была закончена вторая ступень высшего образования – магистратура. В Белоруссии уделяется особое внимание качеству образования на всех ступенях. По показателю «Доступ к базовым знаниям» в индексе социального прогресса за 2022 наша страна занимает почетное 17-е место среди 169 государств мира. Синекая может гордиться своим институтом знаний. От детских садиков до университетов на каждом этапе белорусам дарят качественное образование. Гражданам страны необходимо только в правильное русло направить полученные навыки. Продолжение следует... Продолжение следует...